Добрый день, Владыка! Очередная наша встреча. Вопросов накопилось, как всегда, очень много. Давайте начнем вот с такого философского вопроса. Что такое совесть с точки зрения православия? Совесть – это голос Божий в человеке, который нельзя заглушить окончательно. Она бывает даже в самых ожесточившихся преступниках, она просыпается и начинает мучить уже на земле нещадно. Или так и бывали в истории случаи, что преступники приходили, сами сдавались в органы следствия, что замучила совесть, не могу ни жить, ни спать, ни есть. А как церковь учит, что именно совесть будет мучить человека, человека, если человек не раскается во время земной жизни, а Спаситель, Господь наш Иисус Христос в Евангелии говорит, что освободись от соперника, пока ты идешь с ним на пути. Это такой приточный совет. То есть соперник – это совесть, которая нас обличает, если мы что-то сделали не по-божьему. Поэтому нужно освободиться пока здесь, пока на земле, то есть примириться с совестью, то есть покаяться в своем заблуждении, ошибке, грехе. Есть таинство исповеди, где человек может с Богом примириться, ты уже тогда совесть не будешь обличать. Вот такой вопрос. Что более значимо по вашему смирению или послушанию? И как смириться, не впасть в уныние и самоуничтожение? Ну, смирение, я, наверное, уже говорил раньше, что церковь учит, святые отцы учат, что без смирения невозможно спастись. И даже настолько оно важно, это качество в человеке, что Господь, Иисус Христос, став человеком, своим обращаясь к последователю, говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Если этой добродетели не будет, то, значит, человек не Христов. Гордые не со Христом будут, а с его противником, с дьяволом. Который тоже гордо. Ну, а послушание, ну и смирение, они, кажется, рука об руку идут. Не может быть гордо человек послушным. И наоборот. Да, и наоборот. Поэтому тут без послушания тоже нет. Одно из качеств, без которого и общество не может существовать, потому что оно разрушается. И человек не спасается. Вот молодая мама задает вопрос. Должны ли родители заниматься половым воспитанием детей? Сейчас продается много соответствующих книг. Для разных возрастов в школах вводятся разные предметы. А как вести себя православным родителям в этом вопросе? Обязательно должны заниматься. Конечно, все это делать нужно деликатно, потому что никто не любит так своих детей, как родителей. И никто не желает счастья своим детям так, как родители. Разные системы воспитания, они преследуют разные цели. Есть одна из целей — это уничтожение народонаселения Земли. Есть такие формы воспитания. К сожалению, на Западе это процветает, чтобы разрушить семьи, уничтожить семьи, чтобы не было перенаселения на Земле, чтобы не было родителей. Если не будут заниматься воспитанием детей своих, то обеспечено, что они будут потом плакать в старости от своих детей. Вот такой вопрос опять касающийся семьи. Что в православной семье, на ваш взгляд, владыка, самое важное? Что такое семейный крест и как его достойно нести? Ну и в продолжение темы. В последнее время семьи рушатся даже по политическим вопросам, по экономическим. Какой должна быть семья с вашей точки зрения и с точки зрения церкви? Мы когда учились в Семидарии, это уже почти 40 лет тому назад, преподаватель так образно говорил, вот самая жесткая считается фигура в геометрии, это треугольник. Не шатается, как говорится. И самая прочная семья там, где Бог во главе, муж и жена верующие и старающиеся жить по заповедям. Для того и существует таинство венчания, но не просто обряд, что повенчались и забыли, не готовились к таинству, не готовились стать мужем и женой, создать семью по-христиански, а просто, ну, так дан моде. Это, конечно, не помогает, такое венчание. А не случайно в церкви сейчас, по крайней мере, священачали требуют, чтобы беседы проводились с молодоженами, чтобы они осознавали, что такое семейная жизнь с православной точки зрения. Там, где Христос, там семья прочная. И если обратиться к истории дореволюционной, то ведь развод — это был как что-то такое необычное. Люди терпели, даже если и характеры были, которые мне рассказывали о наших предшественниках, в одной семье бабушка разговаривала с дедушком только у дверей. Значит, если вдруг там нож запустили, топор, чтобы успеть забежать на ту сторону дверей. Но о разводе не шла речь. Представьте, как такой семье жить. Но приспосабливались, жили, знали, что развод — это повод пролюбодейству. Это тоже тяжкий грех даже на том, кто не виноват, но разводится. Поэтому мы старались всячески нести семейный крест, нести тяготы друг друга. А бесхриста сейчас показывает в жизни, что раз не Христос во главе семьи, то получается, что семьи уже доходят не до смешного, а горького, что то по политическим, то по экономическим, то еще никаким причинам. Это следствие, что это не христианские семьи. Ну да, ведь семья — ячейка общества. Какое положение в семьях, такое будет и в обществе. Вот поэтому и переживаем, что это действительно очень-очень опасно, что семьи рушатся. Ну, тема семьи сегодня у нас представлена во многих вопросах, и опять-таки касается семьи. Как бороться с детскими капризами, непослушанием, не прибегая к физическим наказаниям? Здесь, конечно, нужно воспитывать ребенка, уже начиная с мамы, чтобы мама сама заботилась. Ну да, говорят же, что ребенка воспитывать надо задолго до его рождения, то есть с мамы. Да, да, задолго до рождения и во время зачатия плодоношения. И это должна быть молитва. Это ведь если мама там сериалы смотрит, нервы свои губит, на пустом, пустые эти басни, переживает как за действительность. В древности старались будущую маму оградить от всяких вот таких стрессов, потому что все это скажется на ребенке. Он будет капризный, непослушный. Вот много факторов. И, конечно, самый... Вот родился ребенок нужно с молитвой. Мамы поют песнопения церковные. Я имею в виду христианские мамы. Богородица, Дева, радуйся. И когда носят ребенка под сердцем. Все вот это способствует, чтобы ребенок был послушный, радовал родителей, а не огорчал. То есть это целый процесс, это целая наука, которая, конечно, к сожалению, наверное, до сих пор в школах не преподает. Ну да. Воспитание какое-то половое, сомнительное, пришедшее нам из других стран, не соответствующее нашему менталитету, преподает. А вот воспитание, как, 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 говорится, подготовиться будущим, стать родителями, на что обращать внимание, какие проблемы могут столкнуться. Даже физика, химия, математика, ведь они не так важны. Не все станут учеными, далеко не все. А вот родителями большинство. Вот, казалось бы, прописные истины, а почему-то мы их, так сказать, не замечаем. Да, к сожалению. Вот продолжение темы. Почему у здоровых, адекватных родителей рождаются дети-инвалиды или становятся таковыми в раннем возрасте? Как это объяснить с точки зрения православия, как принять случившиеся родители? В принципе, мы уже начали разговор вот в этом русле. Наверное, абсолютно здоровых нету людей, особенно сейчас. Первое. Второе, вот это вот заповедь, почитай отца и мать твоего, что да благо тебе же будет на земле. Вот. В своей жизни мне приходится сталкиваться даже в верующих семьях, когда дети подрастают, начинают, смотря на своих друзей и товарищей, капризничать, не слушать родителей, как-то безобразничать. Ну, может, в рамках допустимого, как, скажем, современным языком, но все равно они нарушают эту заповедь. И поэтому пожинают горькие плоды уже в своей жизни, потому что Господь верующих людей наказывает здесь, на земле, и очищает их от недостатков, пороков, чтобы они могли войти в Царствие Небесное. Поэтому вот. Конечно, это не одна, не единственная причина, но одна из, наверное, главных причин, когда рождаются больные дети. Ну и плюс, вот такой святой, я неоднократно на него ссылаюсь, преподобный Паисий Афонский говорит, что больной ребенок — это создание, которое имеет прописку в Царстве Небесном. И если родители терпеливо несут свой крест, ухаживают за ним, помогают ему нести крест, его крест, и они тоже, как-то он образно говорил, что вот этот ребенок придет к Богу и скажет, Боженька, я без мамы не могу, давай я тоже сюда, потому что без нее я никак. Ну он так образно говорит, чтобы было нам понятно, то есть, то есть вот великую ошибку делают родители те, которые, если ребенок рождается больным, его отдают куда-то в приют, там, не знаю, бросают детей, они бросают свое счастье, а еще хуже, когда убивают, подкладывают мину под свою семью. Кого можно считать умным с христианской точки зрения? Сегодня вот много вопросов семейных и много вопросов философских. Ну, может, не совсем всеобъемлюще отвечу, но с христианской точки зрения умный тот, кто не совершает грех, мы уже говорили, что грех в переводе или этимиологии этого слова, что пролетать мимо. То есть, человек, совершающий грехи, не кающийся в грехах, он может пролететь мимо Царства Небесного, мимо Царствия Божия, которое внутри нас есть, уже на земле испытывает человек, в райской жизни при всех земных скорбях. умный тот человек, который все-таки не пролетит мимо. А если он пролетел мимо, смысл жизни и земной, что он вечно ему мучается, то тоже просто, действительно, глупые и несчастные. Можно ли сомнение человека считать добродетелью? Вот такой вопрос сомнение. Ну, вы знаете, впервые такое слышу. Предположение, сомнение, это болезнь, можно ли ее считать, болезнь души, можно ли считать добродетелем? Это страдание для человека. Такой вопрос, который сегодня очень злободневный, считаю. Мы живем в деревне, в которой своего храма нет. Люди в основном преклонного возраста. Поэтому очень благодарны местному священнику, который периодически приезжает к нам и на дому проводит с нами духовные беседы, исповедует и причащает. Но в последнее время в связи с ухудшением эпидемии, ситуации по коронавирусу, некоторые из сельчан опасаются принимать причастие из одной ложечки и запивать из одной чашки. Боятся заразиться. Что бы вы, что вы, владыка, на это скажете? Может, что-то посоветуете? Тем более, что идет рождественский пост и хотелось бы, несмотря на пандемию, принять святое причастие. Ну, конечно, разные отношения к причастию. Если у человека веры нет, что это Христос, считая, что просто хлеб и вино, то лучше не причащаться. Это уже человек согрешает. Не верим, не доверим Богу. Ну, а так от Христа заразиться какой-то болезнью как-то тоже кощувствует. Вот буквально я сегодня читал, мы переписываемся с афонскими монахами, и тут мне прислали, прислали уже где-то весной, сейчас читала. Одному из подвижников явился святой преподобный Никифор. Болел проказой земной жизни, другие по его молитвам исцелялись, а он вот этот крест нес, потому что привел его не только в Царство Небесное, но и сделал святым. вот он явился одному из афонских подвижников и говорит, что не бойтесь причащаться, заразиться от чаши невозможно. Это редкошчунство, чтобы, если человек так думает, поэтому повторюсь, что если человек не верит, что это тело и кровь самого Христа, Бога человека, то, конечно, лучше не причащаться. Ну, а так практически причащаемся, и мы же священники с одной чаши причащаемся, и чтобы так вот заразиться, такого не было случая. Другое дело, там, вне храма можно заразиться, да, ну, а так, чтобы уже для успокоения верующих принято, что уже запивать не с одной чашки, а эти же одноразовые стаканчики, они же копейки стоят, как говорится, насколько причастник, даже... Тут речь идет именно вне храма, когда домой приезжают священники. Не, не, ну, я имею ввиду запивать одноразовые стаканчики, нет проблем сжечь их потом, но причастие, потому что люди не воспринимают тоже, вот, практика предлагалась, и очень много осуждения слышал, недоверие даже уходят, не хотят приходить в церковь, что-то если опускать спирт, воду, лжицу, это неверие, неверие Бога, который, исцеляя всякие неизлечимые болезни, воскрешает разлагающихся мертвецов. что делать с вещами умершего человека, как их определить до 40 дней, после 40 дней, что лучше, сжигать их, раздавать, что поэтому скажут? Лучше, конечно, лучше до 40 дней, пока его решается временная участь до страшного суда, как и в суде, ведь ходатайство не после суда ходатайства, но лучше перед решением суда, чтобы оно было более мягким, так и здесь, это милостыня, которая делается в память усопших, она великим поспорьем является. Нас, я знаю, думаю, что до сих пор в Альбертине приход принимает вещи, конечно, нужно их вымыть, достойный вид привести и раздают потом тем, кто бедствует, нуждает. вчера отвозил мои сдали ног, там и новые вещи, все. Да, и так помогают тем, это действительно такая традиция в церкви, чтобы помогать людям бедствующим, кто беднее. Это очень похвально и для того, кто ушел в мир иной, тоже спасительно. Но тут же имеется в виду не только что те, кто ушел в мир иной, а и вообще и так далее, любое, нет, тут мы задавали конкретный вопрос, а так, конечно, конечно, это, ну, вот я иногда беседую, что вот человек целый шкаф как раз вещей накопился, куда одевать, на мусорку выбрасывать, ну, зачем на мусорку, конечно, постирать нужно, привезти до... есть и новые, даже висят, никто их не одевал, и выбросят на мусорку, ну, это даже грех, кто-то нуждается, и... Ну да, и кто-то же их производил, люди затрачивали труд, получали за это зарплату, и они, так сказать, никакой пользы получается, они могут не принести. почему церковь призывает не привязываться к материальным благам, ведь они необходимы для жизни, для работы. Церковь не говорит, не пользуйтесь материальными, а не привязывайтесь. здесь вот это сродни заповеди «Не сотвори себе кумира», потому что если человек привязывается к чему-то, и вещи что-то временные, и потом лишается, он потом теряет покой, теряет здоровье, поэтому церковь заботится о человеке, не привязывайся, ты не должен быть рабом какой-то вещи, или чего-то, то, что мы должны к чему привязаться, для нас это в радость и спасительное, это к Богу, всем существам возлюбить его умом, сердцем, всей душой, всеми силами души, всей крепостью, это для нас и радостно, и спасительно, если это мы сделаем. А к остальному, к чему мы привязываемся, мы получаем, чем больше привязываемся, тем больше получим страдания, поэтому церковь оберегает своих детей и настойчиво рекомендует не привязывайся, пользуйся как хозяин, а не как раб вещи. Учительница задает вопрос такой, с какой целью и для чего рождаются те люди, о которых Господь знает, что они не спасутся, каково их предназначение на Земле? Предназначение Господь знает, как все ведущие, но не Господь же заставляет их, Он знает, да, что человек избирает, допустим, хочет быть космонавтом, а другой хочет быть моряком. И что Господь должен заставлять моряка в космос лететь, а космонавтов... Человек уже давно права выбора. Да, и причем это, вот это право, этот величайший дар от Бога человеку, пока мы им пользуемся, не замечаем. Ну, как и даже здоровье свое, когда у человека есть, ну, так и должно быть, и думать, что всегда будет здоровым. А когда уже заболел, ой, как плохо. Так и вот этот дар самовластия, когда человек попадает в стесненное обстоятельство, что не может им воспользоваться, он уже несчастен, он уже мучается. Поэтому Господь-то знает, но для человека счастье быть вне Бога. Для человека он избрал так, он так хочет, он избрал там, ну, такие, кажется, компанию такую, недобросовестную, там, какую-то плохую, конечно же, разбойническую. Это, это право его выбора как человек. Господь предупреждает нас, что не делает, а тебе же будет плохо. Но делать нас роботами он не хочет. Поэтому вот получается, что Господь знал и Евангелие об этом предсказывает, но насильно человека не заставляет делать добро. Ну, и какое предназначение их на земле? Ну, во-первых, каждый выбирает, что ему по душе. Во-вторых, благодаря людям злым, назовем так, и благодаря демонам другие совершенствуются, достигают высокой, а некоторые высочайшей степени святости. Первые люди по замыслу Божию, они, может, миллионами, миллиардами лет совершенствуются, так и маленькими мешочками шли бы в совершенство, но безболезненно. сейчас для человека, вот, если, допустим, великомученик Георгий, да, вот, я читал одно откровение о нем, сам Христос, царь всей вселенной, с ним обращается как с братом. Он прожил где-то от 20 до 30 лет, не помню точно, сколько, ну, чуть больше 20, так сказать, а может, даже и меньше. Вот за короткий период он такой достиг святости, что для него Бог и человек и Иисус Христос как брат. Для меня это, конечно, потрясающе. Вот. То есть, ну, благодаря чему? Благодаря тому, что он свидетельствовал даже до смерти и страданий своих о своей вере, о Христе среди людей неверующих. Вот он достиг такого совершенства. Опять-таки, вопрос злободневный на сегодняшний день. Как не потерять веру в свой народ, в людей, в нашей непростой политической ситуации, когда видишь от людей злость, агрессию, непонимание и нежелание слышать другого, разговаривать? Ну, здесь надо все-таки нам, видимо, стараться жить по вере. Православной вере, православная вера учат, что каждый человек создан по образу и подобию Божьему. Если как зеркало может запачкаться, не выполняя свою функцию, плохо выполнять, так и человек может покрыться этой коростой греховной, и уже в нем трудно различить образ Божий, но если мы делаем ближнему зло, особенно преднамеренно, сам Бог ставший человеком, Иисус Христос говорит, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. Нужно опасаться и судить категорично, и как-то смеяться над людьми, и осуждать их, потому что мы очень и очень вредим себе. Что мы сделали ближнему, то Господь воспринимает на свой счет. Это очень опасно. Если добро делаем, то это хорошо, если зло, значит, мы можем потерять жизнь вечную, мучиться и здесь, и в вечности. Ну что же, дай Бог, чтобы в душах наших людей поселилось, в каждой душе поселилось добро, и мы спешили его делать, как когда-то говорил Митрофан, отец Митрофан, старец Журовинский, спешите делать добро. Помоги всем, Господи. Митрофан